Эпатажный Борис Джонсон, который в конце июля сменил на посту премьер-министра Великобритании многострадальную Терезу Мэй, провалившую Брекзит, быстро нашел нестандартное решение проблемы. Английский Трамп просто отказался слушать британских парламентариев и закрыл дискуссию по Брекзиту. Джонсон объявил парламенту пророгацию, то есть с благословения королевы Елизаветы II приостановил работу законодателей до 14 октября. Под благовидным предлогом правительству нужно время для подготовки новой программы. На деле же выходит, что парламент лишен возможности помешать Борису Джонсону вывести Великобританию из Евросоюза по самому жесткому сценарию, без соглашения. Политики негодуют, а десятки тысяч британцев выходят на акции протеста против действий Джонсона. О настоящем театре абсурда, что сейчас в Лондоне наш Сапкор Александр Хабаров. От нового премьер-министра ждали чего-то нестандартного, учитывая его скандальную репутацию. Но чтобы вот так одним ударом вывести из строя мешающий ему парламент, это уже игра ва-банк, когда все точки расставлены над «и». Джонсон не хочет идти по стопам своей предшественницы Терезы Мэй. Парламент трижды проваливала ее соглашение о Брексите. В итоге она была вынуждена уйти в отставку. Джонсон пообещал Брексит любой ценой и устраняет главную помеху депутатов, у которых остается чуть больше двух рабочих недель на то, чтобы попытаться остановить премьер-министра. У нас будет достаточно времени в ходе саммита Евросоюза, который состоится 17 октября, а также в ходе дебата в парламенте, чтобы всесторонне обсудить Брексит. Времени у нас полно. Джонсон задействовал королеву. По закону Елизавета II была обязана поддержать правительственный указ. Но это вызвало народное негодование. Несколько тысяч человек в тот же день вышли на улицы Лондона. Хэштег «Устраним монархию» стал одним из самых популярных в британских соцсетях. Противники Брексита даже напомнили, что несколько веков назад за попытки ущемлять права парламентариев монархи здесь платили головой. Если королеву попросили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, что история не слишком благосклонна относится к королевским особам, которые помогают и содействуют подавлению демократии. На парламентском сайте свыше полутора миллионов подписей набрала петиция с требованием, чтобы депутаты свою работу не прекращали. В субботу в нескольких крупных городах, включая Лондон, прошли манифестации. В Британии произошел переворот. Парламент представлял власть народа, а премьер-министр теперь говорит, нет, нам не нужно это. То, что делает премьер-министр, это разбойное нападение на нашу демократию с целью протащить выход из Евросоюза без сделки. И чтобы избежать любых обсуждений, он приостановил работу парламента. Депутаты могут попытаться отменить решение Джонсона о приостановке парламента, принять закон, запрещающий Брексит без соглашения и, наконец, объявить правительству вотом недоверие. Но шансы на успех у них не высоки. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Джереми Корбин так и не смог объединить под своим крылом всех несогласных. Местные либералы считают его слишком левым, чтобы допускать к руководству страны. У оппозиции также не хватает голосов, чтобы отправить правительство Джонсона в отставку. Джонсону отступать уже нельзя. Любой его шаг назад сторонники Брексит внутри консервативной партии будут считать предательством и тут же скинут его с его премьерского поста. И с другой стороны, что бы ни говорили сейчас лидеры оппозиции, у премьер-министра есть право приостановить работу парламента, и его решение абсолютно законно. Брексит без соглашения становится сейчас наиболее вероятным сценарием. Его возможные последствия хорошо известны благодаря попавшим в прессу правительственным бумагам. Это хаос на границах перебоя с поставками продовольствия и лекарств, и самое опасное – возобновление конфликта в Северной Ирландии, где уже сейчас появляются новые граффити с призывами вступать в подпольную армию республиканцев. К худшему готовятся по обе стороны Ла-Манша. Министры из Великобритании и Франции на этой неделе совместно проинспектировали новые терминалы во французском Кале, строительство которых обошлось в 6 миллионов евро. Мы все еще не можем оценить всех последствий. Это сильно зависит от того, будет сделка или нет. Джонсон обещает добиться от Брюсселя пересмотра соглашения о Брексите на условиях, которые устраивают Великобританию. Мы находимся на последней стадии переговоров с нашими друзьями, чтобы довести дело до конца. Даже если нам не удастся договориться, мы будем выходить в любом случае. В Евросоюзе на уступки Джонсону идти не согласны. Зато президенту США Дональду Трампу очень понравилась идея приостановки парламента. Джонсон даже обошел его в радикальности, перекрыв кислород матери всех парламентов. Как любят называть британцы, Вестминстерский дворец. Александр Хабаров, Кирилл Пузырный. Вести неделя. Великобритания.